Дух золотой маски Российской национальной театральной премии напомнит о себе уже завтра. В Московском музыкальном театре Министаниславского Немировича Данченко состоится вручение премии. В этом году за выдающийся вклад в развитие театрального искусства получит Аксакал Камаловского театра Рината Зидинов. Лидия Михайловна по праву классного руководителя интересовалась нами больше других учителей. И скрыть от нее чего-либо было трудно. Сегодня стартует декада дипломных спектаклей, где свое мастерство и полученные знания продемонстрируют выпускники русского и татарского курса в театральном училище. Декадные спектакли явления любопытные. Здесь показывают то, чего не увидишь ни в одном театре города. Татарские мюзиклы и комедии, русские драмы, такие как уроки французского, комедии «Дамский портной» или «Чехов под музыку». Спрятался месяц за тучку, не хочет она больше гулять. Отучились и вышли в большую жизнь. Но учиться можно по-разному. Например, в 60 городах России, в том числе и в Казани, пройдет театральный урок литературы, на котором на большом экране покажут мхатовский спектакль «Вишневый сад». Слышишь? Все равно дышит. Собирают чемоданы артисты Бурятского театра «Кукол Ульгер», чтобы выступить в Казани. Коллектив на счету которого «Несколько золотых масок» везет в наш город четыре спектакля. Свой юбилей в кругу коллег по сцене и представителей театральной общественности гордо отметил ведущая актриса икията Народной артистской республики Эльвира Гелимханова. За 30 лет работы актриса создала более 70 образов. Как считает Гелимханова, неважно, кого ты играешь, зверя или живого человека. Тем не менее, каждый неодушевленный предмет обладает особой психологией. В каждом человеке сидит своя свинья или обезьяна и собака. Или сразу целый зоопарк. А кто из скотинушек самый такой приятный? А кто нет? Поросята, наверное, хороши. Те, которые хулиганят больше, у которых нелепых ситуаций больше. Дорогие друзья, я бы, конечно, с удовольствием вас пригласила. Но, к сожалению, я не могу. Сами понимаете, кот Базилио. Еще парочка друзей из разных сказок. Актриса считает, что кукольники более открытые и хулиганистые, чем статуарные исполнители драмы. Но, как говорится, играть, но не заигрываться. Все-таки театр кукол – несерьезное искусство. Даже если очень серьезно, надо играть с юмором. Хулиганить надо. Один из интересных исполнителей сегодняшней балетной труппы театра имени Мусы Джалиля, лауреат театральной премии Тантана Антон Паладюк, впервые выступил в сложнейшей психологической и физической партии «Спартака» в одноименном балете. Премьера партии прошла с большим эмоциональным подъемом и недюжиной затратой сил. Спектакль по праву считается травмоопасным. До этого Антон танцевал «Злодея крас» со своего брата. «Крас» он более такой резкий, дерзкий за кровопролитие, а «Спартак» он более такой душевный. В разные годы «Спартак» становился символом русского балета и знаком актерского триумфа. Паладюк, находящийся в зените творческих возможностей, получил отличную роль. У каждого артиста балета, именно мужчины, есть такая мечта – станцевать такой балет, именно партия «Спартака». Потому что в этой партии проявляется все мужество, то есть есть бои, очень красивая атмосфера вот эта, быть воином, сражаться за любовь. Все жанры в гости к нам. Театральный апрель в эти дни на пике творческих встреч со своими зрителями. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, Эфир 24. Продолжение следует... Продолжение следует...